NetEase раскрыла тайны внутренней кухни Activision Blizzard. Игроки готовят иск из-за самоцвета в Diablo Immortal, а в гневе Короля Ильича Классик завершилась гонка прогресса. Об этом и многом другом мы поговорим буквально через минуту. Но вначале мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. В лице него уже почти два года выступает коллектив Альянса сервера Пламегор под названием Тишина. Эта гильдия была образована еще на самом запуске World of Warcraft Classic в 2019 году и с тех пор она показывает вполне себе внушительные рейдовые результаты при всеми хардкорном подходе к игровому процессу. Коллектив благополучно освоил классический Накс Рамос, сразил Килл Джедена в плато Солнечного Колодца и вышел победителем в сражениях с боссами первой фазы Гнева Короля Ильича Классик. Теперь гильдия направила все свои усилия на покорение контента второй фазы, легендарного Ульдуара. В связи с этим в их составе открылись новые вакансии для соискателей. В частности, разыскивают. Демонолог Чернокнижника, Энг Шамана, Мутилайт Разбойника, Фури Воина и Фрост или Анхоли ДК. Также руководство коллектива Тишина рассмотрит и другие классы. Если вы являетесь игроком с большим опытом и стремитесь к серьезному прогрессу в World of Warcraft, если вы устали от бесконечных вайпов на трэше с рандомами, если вы обладаете внушительной экипировкой, гильдия Тишина будет рада видеть вас в своем составе. Подать заявку на вступление можно в специальной форме по ссылке в описании. Удачи! Каких только неполадок и проблем не насмотрелись игроки с момента выхода Dragonflight. Приход нового года не собирается это останавливать. Пользователи различных игровых миров, как европейских, так и американских, жалуются на необычную проблему, из-за которой группы и рейды распускаются сами собой. И если в открытом мире это не доставляет особых сложностей, то такое происшествие посреди сражения с рейдовым боссом или во время забега по эпохальному плюс подземелью может стать большой проблемой. Ошибка возникает уже в течение как минимум недели, причем на некоторых серверах почему-то особо часто. Больше всего жалоб поступило от игроков европейского Taran Mill и американского Area 52, которые с завидной регулярностью наблюдают довольно странную картину у входа в хранилище воплощений и других подземелий Dragonflight. Некоторым это стоило всего рейдового вечера. Академия интерактивных искусств и наук выдвинула номинацию на свою ежегодную премию DICE Awards, что пройдет 23 февраля 2023 года вот уже в 26 раз. Номинанты выбирались из числа вышедших в 2022 году игр по разным категориям, и среди довольно обширного списка можно заметить несколько новинок Activision Blizzard. World of Warcraft Dragonflight и Diablo Immortal, а также Call of Duty. World of Warcraft Dragonflight номинирован на ролевую игру года, и потягается в этой номинации Citizen Slipper, Elden Ring, Wired West и Xenoblade Chronicles 3. Diablo Immortal номинирована на мобильную игру года, вместе с Gibbon Beyond the Trees, Immortality, Marvel Snap и Poinpee. В списке номинаций также присутствует Call of Duty Modern Warfare 2, в категориях выдающихся достижений, в художественном оформлении, звуковом дизайне и персонажах, а также как игра года. Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов Америки продолжает сбор материалов и мнений о сделке Microsoft с Activision Blizzard для градущего судебного разбирательства в конце лета этого года. Google и Nvidia присоединились к Sony, выразив комиссии свои тревоги по поводу этой сделки и подчеркнув все те же доводы, на которые указывает государственный орган. Они также считают, что слияние повредит здоровой конкуренции на рынке и может привести к формированию монополии, что негативно скажется на других компаниях, на работниках и на игроках. Google и Nvidia не дали комментариев по поводу своих заявлений прессе, а Microsoft заявили, что готовы обсуждать проблемные вопросы и находить удовлетворяющие всех решения как с регулятором, так и с конкурентами. В своих документах для регуляторов Microsoft также отмечает, что комиссия уделяет слишком большое внимание жалобам Sony, а сам конкурент действует сугубо в личных целях и намеренно переоценивает важность игр Activision Blizzard для индустрии. Согласно источникам, Microsoft также пытались договориться с Sony, предложив десятилетнее соглашение, согласно которому игры Call of Duty будут гарантированно доступны на PlayStation и даже планировали позволить той добавить ее продукты в свои подписочные сервисы, но получили отказ. Трава Огненный Зев из-за пределья до сих пор пользуется популярностью у заглянателей в Гневе Короля Лича Классик, увеличивая силу заклинания и позволяет наносить дополнительный урон, из-за чего цены на нее на некоторых игровых мирах довольно высоки. Разработчики в обновлении 3.4.1 решили вмешаться в этот момент и перевели Зев на общее трехминутное время восстановления с зельями, что если не отвадит игроков от пользования им совсем, то сильно снизит его эффективность в подземельях и рейдах. Впервые замеченная год назад, а затем отложенная еще на год энциклопедия Overwatch Declassified продолжает обрастать деталями. Теперь стала известна новая дата выхода этой книги, которая в деталях раскроет историю Overwatch, как организации в целом и ее отдельных участников в частности. Автор бестселлеров New York Times Шонан Магуайр впервые за все время перескажет историю Overwatch от основания во время кризиса омников до падения и реформирования. Солдаты, ученые, авантюристы, чудаки. Во время кризиса омников люди этого мира оказались разрознены, опустошены. Но герои из со всего мира ответили на зов. Overwatch подарила отчаявшимся выжившим луч надежды, стремясь вернуть и восстановить истерзанный войной мир. После того, как кризис утих, задача стала только масштабнее, помочь человечеству решить самые ужасные проблемы и начать новую эпоху надежды и процветания. Однако, точно так же, как Overwatch достигла своего пика, она пала жертвой собственной силы и была распущена. Годы спустя, на фоне нарастающей несправедливости, герои Overwatch возвращаются, готовясь бороться за лучшее будущее. В этом всеобъемлящем томе, заполненном рассекреченными брифингами миссий, рисунками, схемами оружия и многим другим, фанаты смогут изучить всю историю Overwatch. Все новые сюжетные детали описаны известным, удостоивавшимся множеством наград авторам бестселлеров, в сотрудничестве с Activision Blizzard, что плетут сюжеты Overwatch в многочисленных комиксах, рассказах, роликах и игровых миссиях. Как сообщил портал Reuters, Еврокомиссия готовит так называемое заявление о возражениях, что будет в ближайшие недели направлено в Microsoft по поводу ее сделки с Activision Blizzard. В этом заявлении комиссия изложит свои опасения насчет сделки, рассмотрением которой она прямо сейчас занимается, и вынести вердикт, по которой она должна до 11 апреля. Это заявление не является полным запретом на проведение сделки, но, скорее всего, существенно продлит процесс ее рассмотрения, добавит дополнительных сложностей для всех сторон и вынудит Microsoft пойти на более серьезные уступки. По словам знакомых с делом источников, Microsoft пыталась договориться с антимонопольным регулятором Европы, чтобы избежать получения этого заявления о возражениях. Но попытка успехом не увенчалась, а комиссия планирует обсудить уступки только после отправки документа. Microsoft сообщили, что продолжают тесно сотрудничать с Еврокомиссией, чтобы решить любые проблемы и доказать, что сделка не повредит конкуренции компании и игрокам, а наоборот станет для них благом. Представители Еврокомиссии от комментариев отказались. Вместе с приходом второго сезона Overwatch 2, разработчики кардинально изменили свой подход к системе монетизации игры через боевой пропуск. Команда Activision Blizzard сообщила, что услышала свое сообщество и в связи с этим внесла ряд изменений в эту часть игрового процесса. Уведенный результат шокировал игроков, ведь вместо двух полноценных боевых пропусков, бесплатного и платного, был введен один единый, в котором количество наград, получаемых просто за игровую активность, было снижено в 7 раз по отношению к версии первого сезона. Главная же проблема – доступность нового персонажа только после 55 уровня была частично исправлена, ведь теперь герой стал доступен с 45. Тем не менее, игроки Overwatch 2 снова оказались недовольны. Массовые жалобы, протесты и видео с демонстративным удалением игры можно в изобилии обнаружить как на популярных порталах вроде Reddit, так и на YouTube. Команда Activision Blizzard снова отреагировала на происходящее, и в этот раз ответ поступил от генерального продюсера игры, Джареда Нойса. Джаред сообщил, что сейчас у него нет каких-то подробностей, которыми можно было бы поделиться с сообществом, но с приходом третьего сезона они добавят в боевой пропуск элемент, который должен решить проблемы выбора. К сожалению, что такое проблема выбора, Джаред не сообщил, так что нам остается только догадываться, что именно ожидает нас в следующем обновлении. Продюсер игры Агренд опубликовал на официальном форуме обращение, сообщив об исправлении одних эксплойтов и предостерег игроков об от использования других, заявив о серьезных наказаниях за нарушение правил Гнева Короля Ильча Классик. В преддверии открытия Ульдуара разработчики выпустили срочное исправление, которое препятствует использованию определенных методов, позволяющих сбрасывать эффект жажды крови или героизма, во время зачистки существ рейда. Обычно разработчики не сообщают о таких вещах, но на этот раз им хотелось дать игрокам знать, что такие методы однозначно являются эксплойтами, а не хитрыми использованиями игровых механик. Они хотят предостеречь игроков от использования эксплойтов и обещают принимать серьезные меры. Этот эксплойт заключался в том, что 24 игрока зачищали обычных существ, а один, например, Охотник с притвориться мертвым, вступал в бой с боссом и спустя некоторое время сбрасывал его, что также сбрасывало и время восстановления этих и других мощных рейдовых умений для всех участников рейда. Данная механика существует для того, чтобы после неудачной попытки игрокам не приходилось долго ждать сброса мощных умений, и они могли продолжать освоение сразу же, а не для того, чтобы игроки хитрили и сбрасывали их намеренно для бесконечного действия. Также разработчики считают эксплойтом случаи, когда игроки выбираются за пределы доступных в обычных ситуациях областей, к примеру, за текстуры, чтобы пропускать больше участков рейда. Хотя это в целом интересно и весело во время скоростных забегов, такое поведение все же заходит за черту и недопустимо. Разработчики будут пристально следить за группами и по необходимости принимать более жесткие меры, чем обычно, против тех, кто воспользовался подобными эксплойтами, в том числе лишая наград, в частности, звания «Победивший смерть». Активижн Близзард организовала очередную акцию, связанную с оплатой игрового времени в World of Warcraft. Если в ближайшее время вы оформите подписку на 6 месяцев, то получите в подарок новое средство передвижения, нефри лучезарного провидца для Dragonflight и нового питомца-попригунчика для Гнева Королевича Classic. Также транспорт можно приобрести отдельно в магазине Активижн, если подписка вас не устраивает. Если у вас уже оформлена подписка на 6 месяцев с автоматическим продлением, то вы получите подарок до 31 января, и его потребуется забрать до 31 июля 2023 года через приложение Battle.net. Подарки можно получить только при оформлении возобновляемой подписки, покупки игрового времени не считается. Нефри лучезарного провидца можно купить отдельно в магазине Активижн за 25 евро. Он останется доступным для приобретения таким образом даже после окончания акции. Как обычно, неприятная новость. Ценник на средства передвижения выставлен в евро, поэтому игроки из России и Беларуси по-прежнему не могут приобрести каким-либо образом самостоятельно. Тем не менее, он доступен в качестве подарка, так что его можно получить от других пользователей, если те приобретут товар за евро. С началом второго этапа Гнева Короля Ильща Классик у игроков появилась возможность пропускать основную часть Накс Рамоса и переноситься от входа сразу в логово ледяного змея к Сапферону и Кельтузаду. Этот телепорт не влияет на выполнение достижений Бессмертный и Неумирающий, просто позволяя побеждать боссов в ином порядке. Директор Overwatch 2 Аарон Хеллер дал небольшое интервью порталу NMI, затронув тему ПВЕ-режима, что начнет постепенно выходить позднее в этом году, а также ближайших новинок для ПВП-составляющей игры, в частности, лекари с необычной механикой режимов и событий. До выпуска ПВЕ разработчики продолжат уделять серьезное внимание ПВП-режиму, в частности, им предстоит серьезно потрудиться над учетом пожеланий и отзывов игроков о системе прогресса и наградах игры. Первоначально планировалось, что для каждого сезона будет выходить одно крупное балансировочное обновление, но этого недостаточно для быстро и динамично изменяющейся мета игры, так что они будут появляться чаще. Балансировка в целом очень сложная задача, для которой приходится учитывать множество параметров, в том числе стремление игроков найти самого сильного героя для повышения своих шансов на победу. При этом игру нужно разнообразить, чтобы герои и сам игровой процесс не казались однообразными. Сейчас Турбосвин очень силен, но не потому, что его изменили, а потому, что изменились все остальные персонажи. В будущем его ждут корректировки. В 2023 году выйдет несколько новых героев и множество карт, а также несколько новых событий в духе битвы за Олимп. Кроме того, в игре появится совершенно новый и необычный режим, который разработчикам не терпится объявить. Новый эпохальный облик в третьем сезоне просто сведет сообщество с ума. Два следующих новых героя будут лекарями. Они принесут новые механики и новые способы взаимодействия с командой, которая ранее в игре не была. В случае с ПВЕ направлением нужно отметить, что решение разделить сроки выпуска ПВП и ПВЕ режимов было сложным, но верным для команды. Разработчики не могли выпустить оба режима сразу до полного завершения сюжетной ПВЕ кампании, но не желая долго оставлять игроков без новинок, решили запустить хотя бы ПВП. Разработка ПВЕ идет, но медленнее, чем авторам игры хотелось бы. Ведь это непростая задача для многопользовательского проекта, но в целом он станет способом постепенного раскрытия длительного взаимосвязанного сюжета. ПВЕ кампания позволит разработчикам глубже раскрыть персонажей и сюжеты вселенной игры. Комменде разработки в первую очередь хочется показать будущее мира Overwatch, как полное надежды, вдохновляющее и яркое. На этой неделе для Warcraft 3 Reforged вышло обновление 1.35.0, и разработчики опубликовали финальную версию его описания. В этом обновлении в игру вернулась поддержка пользовательских компаний, вступили в силу многочисленные изменения баланса, введены корректировки наборов карт рейтингового режима и прочее разнообразное улучшение. Еще в конце октября в одном из моих новостных роликов шла речь о легендарном самосвете в Diablo Immortal, благословении достойных, который имел неправильное описание и оказался значительно слабее, чем говорилось в этом описании изначально. Из-за того, что данный самоцвет можно приобретать за реальные деньги напрямую, что часть игроков и сделала, еще когда эта ситуация шумела, юристы уже предлагали подать против Activision Blizzard судебный иск. Только сейчас юристы из вашингтонской фирмы Miglasio и Ratot уже почти собрали достаточное количество пострадавших и доказательной базы, чтобы засудить компанию за ее вводящие в заплуждение рекламные практики. Изначально в описании легендарного самоцвета благословения достойных говорилось о том, что он наносит урон вокруг заглянатера в размере 12-14% от максимального запаса здоровья. Хотя на деле урон зависел от текущего запаса здоровья. Если на момент срабатывания эффекта у персонажа было 10% здоровья, то и урон был таким же мизерным. Если бы в обычной игре без возможности покупать силу персонажа случилось бы такое, то разработчики просто изменили бы описание, а игроки остались довольны. С Diablo Immortal же другая ситуация. Нахватавшись всех популярных лазеек по выкачиванию реальных денег из игроков, она позволяет напрямую приобретать этот самый проблемный самоцвет за реальные деньги. Более того, его ускоренная прокачка тоже требует немалое количество реальных средств. Именно из-за последнего фактора игроки и оказались в ярости, а юридическая фирма даже согласилась помочь всем пострадавшим, и сейчас активно помогает им в оформлении коллективного иска. Юристы зацепились за реально существующий рекламный ход, который называется Bite & Switch. Обычно незаконный ход по рекламе высококачественного товара и выставлении его выгодной сделкой, с намерением впоследствии заменить предлагаемые товары на оные более низкого качества или более дорогие. Ведь Activision Blizzard вовсю его разрекламировала и даже любезно показала новую вкладку особых комплиментов во внутриигровом магазине на наборы с этими злосчастными самоцветами. И только некоторое время спустя игроки обнаружили якобы случайную опечатку, из-за которой самоцвет оказался слабее изначального описания. Стоимость этого самоцвета начинается от 30 долларов и вплоть до 120, не считая потраченных денег на последующее улучшение самоцвета. Юридическая фирма все еще ведет поиск всех игроков, кто приобрел какой-либо набор с благословением достойных и оказался обманут Activision Blizzard. Как только все будет готово, против Activision будет подан коллективный иск за ложную рекламу и вводящие в заблуждение рекламные практики в Diablo Immortal. Не успел Ульдуар в гневе Короля Ильича Классик открыться, как игроки уже сумели полностью его завершить. Вчера утром коллектив гильдии Beef Bar с европейского сервера Genos первым в мире победил Алгалона-наблюдателя в версии рейда на 25 человек. Задачи игроки справились за 1 час и 17 минут с открытия рейда. Алгалон является дополнительным сложным боссом, открыть путь к которому можно с помощью ключа к планетарию, что в свою очередь требует победы над четырьмя хранителями рейда Хадиром, Торимом, Фрейей и Мемироном. В сложном режиме для выполнения серии задач на сбор их печатей. Победа над Йоксороном для этого не требуется, но перед Алгалоном игроки одолели и его. Через несколько дней истечет соглашение между Activision Blizzard и NetEase на издание игр в Китае, и они перестанут быть доступными для местных игроков. Компания ищет нового партнера и, как пишет Ареутерс, предложила издателю продлить соглашение на 6 месяцев, чтобы не лишать пользователей игр и получить больше времени для подготовки к переходу. Однако тот отказался. NetEase также заявили, что предложение Activision временно продлить текущее соглашение на период поиска нового долгосрочного партнера является грубым и неуместным, необоснованным и коммерчески нелогичным. Кроме того, компания заявила, что бывший партнер предъявляет бесконечные непомерные требования, требует бесплатного оказания услуг и пользуется всеми преимуществами без какой-либо личной ответственности. В общем, компании рассорились как следует и мириться, похоже, не собираются. А у пострадавших от ситуации игроков World of Warcraft из Китая, вчера появилась заявленная ранее и позднее обнаруженная в дата-файлах функция создания и загрузки архива с данными о своей учетной записи с возможностью будущего ее использования на новых серверах. Местные игроки сатирично прозвали этот архив цифровой урной, а процесс его создания — кремацией, после которого, кстати, войти на аккаунт становится невозможным, поэтому часть сообщества не сможет устроить полноценное прощание с игрой в последние ее часы. В сети, по слухам, уже начали появляться объявления о продаже таких архивов от тех, кто не собирается играть даже после заключения нового соглашения. В прошедший же четверг стало известно, что конфликт NetEase и Activision Blizzard набирает обороты и становится все более зрелищным для постороннего зрителя. Обменявшись колкими обвинениями, компании пошли на более решительные шаги. В знак своего недовольства и чтобы окончательно и бесповоротно поставить точку в отношениях, NetEase позволила своим сотрудникам собственными руками уничтожить местную статую орка на ворге, и огромный кровавый вой, которые были установлены у офиса в стародавние времена. Событие транслировалось в прямом эфире, за ним одновременно наблюдало около 30 тысяч зрителей, а фрагменты с работой кувалдами быстро разлетелись по социальным сетям. Акцент в первом ролике сделан на зеленом чае, который бесплатно получили участники разрушительного развлечения для подкрепления сил. Это тоже затея NetEase. Новый напиток появился в местной кофейне под названием Blizzard Green Tea. Для западного человека все звучит довольно невинно, но на современном китайском жаргоне зеленый чай означает человека, который пытается строить из себя невинного, нравственного и во всех смыслах хорошего, что на самом деле таковым не является, а наоборот обманывает и манипулирует другими в личных целях. Цена напитка составила 13 юаней, что для китайцев нехорошее число, и опять же на сленге означает нечто вроде идиот. Схожая участь постигла и бывший офис Activision в стенах NetEase. Контракт еще не подошел к концу, а его уже принялись опустошать, причем судя по появившимся в сети снимкам, теми же разрушительными методами с молотами и кувалдами. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещение о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи!